Всем привет! У меня сегодня выпал зубик. Вот, посмотрите, Данечка всё-таки его расшатал, достал зубик. И сегодня ждём в гости фею. Сначала ролика это было по просьбе Данила. Он захотел рассказать им про свой зубик. Посмотрел предыдущее видео, то видели, он ко мне подходил в конце видео, говорил, что у него шатается сильно зуб и что должен скоро выпасть. Так что, когда я уже смонтировала видео, всё-таки мы зубик этот его достали. И он захотел с вами поделиться этой радостной новостью. Немножко поясню просто, к чему вначале идёт Данила. Сегодня у нас в городе праздник. У нас сегодня день города. На площади, на центральной у нас будет гулянь. Они уже начались, но мы сейчас немножко попозже пойдём. Нет, сейчас вот помыла волосы. Что, Дарчуш? Валя, мы не с тобой уже не сетрадь, мама, и он меня в нём и бросил. Кто? Да, мне туда. Да? Я ему скажу, что ты так больше не делал. Я домой. Хорошо. Вот так вот. Так что, сейчас дети немножко на улице поиграют. Я высушу волосы. Будем собираться. Там они уже начали с утра гуляния, но мы пойдём немножко попозже после обеда. Там интересно. Я посмотрела программу. Там как раз такое, что нам самое интересное должно быть после обеда начнётся. Так что пойдём, посмотрим. Поснимаю вам, я думаю, что там должно быть много чего интересного. И покажу, как у нас проходят наши местные праздники. Впервые в письменных источниках горки упоминается в 1544 году, как село Вакейл. Постепенно город рос, с 1 января 1919 года в городе возобновил работу Горецкий сельхозхозяйственный институт, преобразованный в 1925 году в Белорусскую сельхозхозяйственную академию, которой преподавал известный писатель Максим Горецкий. Академия и по сей день выпускает множество специалистов. Горки – это небольшой город с населением около 30 тысяч человек. В городе работают 4 средние школы и одна гимназия, детские сады и дошкольные учреждения. Промышленность города представлена молочными предприятиями, продукция которых поставляется не только на внутренний рынок, но и за границей. Также работает лесопромышленный комплекс, строительная отрасль, Горецкий хлебзавод, горки лен и другие предприятия. В городе много памятников истории и культуры, которые я советую посетить, если у вас есть такая возможность. Также в городе имеется Ботанический сад, созданный в 1840 году. Одной из главных экспозиций сада является Дендрарий, который был признан памятником природы республиканского значения. А в 2009 году Ботанический сад включен в Совет Ботанических садов Беларуси и России. А сегодня, 20 июля 2024 года, у нас в городе был праздник, 100-летие Горецкого района и 480 лет города Гор. На праздники награждали лучших тружеников района. Была заложена капсула времени с посланием потомков возле нового памятного знака, который также был открыт в этот день в честь юбилейных дат. Уникальные подворья горецких организаций и предприятий развернулись на центральной площади, где можно было купить поделки и сувениры. Прошли показательные выступления мотоциклистов, выставка ретро-автомобилей. Работали множество детских площадок. Вечером было открытие нового фонтана. Хотя не такой он и новый в том плане, что на этом месте всегда был фонтан, даже когда я еще была маленькая, просто уже много лет он не работал. Вечером также был концерт, лазерное шоу и, конечно же, праздничный салют завершил этот день. А сейчас я приглашаю вас вместе с нами прогуляться по нашему праздничному городу. Приятного просмотра! Отпросiegen на secret и добавим пистолет. Великостные размеры я tratьеру. Приятного просмотра! Уникальные подворья могут быть красивыми. Приятного проверяем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...